В Бендерах после многолетнего перерыва решили возродить систему обучения старшеклассников рабочим профессиям. На автослесаря, штукатуры и столера с нового учебного года будут готовить на базе политехнического филиала ПГУ. Это не куплено, это сами студенты изготавливают. Мастер производственного обучения Иван Булгарь уверен, роботы и интернет еще не скоро заменят ремесло, ведь ручная работа это как знак качества. И вот что, реально ребенка, подростка научить за один год вот это вот все делать? Да, это реально. Поэтому мы приглашаем, будем обучать, учить их, получить профессию как столер строительный. У бендерских старшеклассников появился шанс получить свою первую рабочую профессию еще в школе, причем совершенно бесплатно. Минпрос и бендерский политехнический филиал ПГУ пошли на образовательный эксперимент. Начиная с сентября учеников 9, 10 и 11 классов будут готовить на выбор по трем направлениям. Это хорошо востребованные специальности автослесарь, столер и штукатур. Например, это помещение что-то вроде тренажера. Мастер говорит, кидать раствор на стены это целая наука. Это рабочее место студента, который учится, как правильно штукатурить поверхность, как правильно делаются откосы в данном виде, вот уже дверной блок. Когда-то в бендерских школах обучали рабочим специальностям. Тогда занятия назывались УПК. Потом систему начального профобразования вычеркнули из образовательного процесса из-за отсутствия материальной базы. Теперь на рынке труда большой спрос на рабочие профессии. И в бендерах решили возродить учебно-профориентационные центры. Учебные классы откроются в аудиториях местного политехнического филиала ПГУ. Школьнику достаточно всего два раза в неделю после уроков посвятить свое время о работе руками. Ребенок, который придет к нам, он будет получать определенную специальность для того, чтобы в себя жизнь каким-то образом реализовать. После года обучения школьнику вручат документы о присвоении ему рабочего разряда. Год назад в Бендерском торгово-технологическом техникуме открыли специальности для девочек. Теперь дело дошло и до мальчиков. Прием документов начнется в середине июня. Юрий Чернявский, Андрей Овчинников, ТСВ. Юрий Чернявский, Андрей Овчинников, ТСВ.